В области матки у вас шевеление, чувствуете, голубушка, шевеление? Там у вас сущность в виде змейки. Ах ты, боже мой! Магии, колдуны, экстрасенсы. Кажется, они существуют на протяжении всей истории человечества. Магия – одна из древнейших форм верований, которая даже спустя много веков продолжает влиять на умы людей. В эпоху декаданса богема развлекалась тем, что устраивала спиритические сеансы. А сегодня люди смотрят расклады Таро на Ютубе. Сегодня мы совершим путешествие по истории шарлатанства в России. И попробуем понять, в чем секрет успеха экстрасенсов. А главное, почему многие до сих пор им верят. Если вам нравятся наши видео по культурологии, подписывайтесь на канал и ставьте лайк под этим видео. Позвольте, наконец, представить вам этого уникального, необычайного человека. Вольф Мессинг! Распространено мнение, будто расцвет экстрасенсорики в нашей стране пришелся на 80-е и 90-е годы прошлого века. Отчасти это так. Тогда у экстрасенсов появился доступ к огромной аудитории благодаря телевидению. Но они существовали и в Советском Союзе. Главным из них был Вольф Мессинг. Его до сих пор называют личным экстрасенсом Сталина и человеком, который предсказал поражение Германии во Второй мировой войне. Он, якобы, был гипнотизером и телепатом. Но есть проблема. Почти всю информацию о Вольфе Мессинге мы знаем из его автобиографии. О самом себе. Надежный ли это источник? Мессинг утверждал, что в 1915 году в Вене он встречался с Зигмундом Фрейдом и Альбертом Эйнштейном. По словам Мессинга, они были поражены его экстрасенсорными способностями. Но есть небольшая нестыковка. Эйнштейна тогда не было в Вене. А с Фрейдом он познакомился только в 1927 году. Согласно другой легенде, Мессинг сбежал из немецкой тюрьмы, загипнотизировав охранников. Однако ни одного документа, подтверждающего, что Мессинг вообще когда-либо был там в заключении, у скрупулезных немцев не нашлось. Зато в советской тюрьме он действительно побывал за нелегальное пересечение границ. По всей видимости, со Сталином Великий Телепат тоже не был знаком. Все посещения кабинета Генсека тогда фиксировались в специальных журналах. Но имени Мессинга в них нет. Зато все эти мифы позволили экстрасенсу гастролировать по СССР с выступлениями, на которых он показывал психологические опыты. Мессинг был экстрасенсом-атеистом и никогда не называл себя маном. Он говорил, что у него есть сверхчеловеческие способности, но это лишь сверхразвитое внимание и особая мозговая активность. Так или иначе, Вольф Мессинг стал образцом для целых поколений шарлатанов. Даже официальные СМИ до сих пор часто используют оборот «Ванга предсказала». Хотя Ванга была болгаркой, мало где она обрела такую популярность, как в России. Согласно основной версии, в 12 лет она потеряла зрение, когда из-за жуткого урагана в ее глаза попал песок. Тут мы видим мотив очень близкий российской культуре, в которой люди с какими-то физиологическими или ментальными нарушениями назывались юродивыми, а юродивость близка святости. К таким людям Бог относится с особенной любовью и, что-то забирая, взамен дает еще большее. Так Ванга предсказывала будущее, лечила людей и даже пророчила международные потрясения. Ванга считается едва ли не самой результативной ясновидящей. Но как это работает? Во-первых, далеко не все предсказания Ванги задокументированы. Представьте, что вы сделаете тысячу пророчеств, и из них сбудутся пять. Конечно, именно о них расскажут журналисты, а остальное быстро забывается. Второй момент – расплывчатые формулировки. Это секрет успеха любого провидца. Человек сможет найти в пространном предсказании что-то, что покажется ему верным, а на детали не обратит внимания. Наконец, третье – феномен самосбывающихся пророчеств. Это работает так. Когда у людей есть какая-то установка, она может влиять на их решение. А Ванга была настолько популярна, что стала влиятельным игроком на политической арене и остается им даже после смерти. Вот шрамы от горькой любви. Я все твои беды, все боли читаю. Я боль заберу и надежду оставлю тебе. И то, что в грядущем тебя ожидает, я знаю, но все ж промолчу. Ведь не я начертала твой путь. В период позднего СССР влияние идеологии критично ослабевает. Страна входит в эпоху перемен и нестабильности. И тут появляются колдуны и колдуньи самых разных мастей. Главная звезда второй половины 80-х – прорицательница Джуна Давитошвили. К ней за помощью постоянно обращался артист эстрады и режиссер Аркадий Райкин. По его словам, только Джуна помогала ему справляться с мигренями и повышенным давлением. У Джуны лечились жены высокопоставленных членов ЦК, а по словам самой ясновидящей, она лечила даже самого Брежнева. Но ни одного документального подтверждения этому снова не нашли. В вопросах здоровья точно не стоит полагаться на магию или сомнительные советы из интернета. Лучше слушайте фоном за 300 рублей наш курс Самари «Главное о здоровье». Получите мнение эксперта о том, что вредно, а что полезно. И узнайте, как уберечь себя от болезней. Переходите по ссылке в описании. Это простое действие поможет сохранить здоровье и предотвратить множество проблем. Мы продолжаем работать, очистим ваше жилище от тех наслоений, психоэмоциональных, энергетических, которые вы накопили в течение дня или, может быть, за ближайшие дни, с тем, чтобы в вашей квартире было спокойно, гармонично, чтобы вы даже почувствуете, как изменится и воздух в ваших квартирах. Итак, прислушиваемся. Примерно в это же время на экранах советского центрального телевидения бывший спортивный комментатор Алан Чумак предстал в новой роли. Он начал проводить телесеансы. Считалось, что Чумак одним движением руки прямо через экран может вылечить любые болезни, а еще зарядить воду, крема и мази. Впервые Чумак понял, что обладает экстрасенсорными способностями еще в 70-е годы. Тогда он, как репортер, делал материал об экстрасенсах-шарлатанах. Неизвестно, правда ли он поверил в свои способности или просто хотел получить славу, но за место верховного мага перестройки он был готов бороться. Не старайтесь мне помочь и не старайтесь быть дисциплинированным исполнителем. Просто вы присутствуете здесь, то ли в зале, то ли у себя дома, но мы как бы с вами вместе. И того факта, что сейчас мы с вами вместе, и я веду вас по тропе без лечения, вполне достаточно. Но лечение психотерапевтическим способом оно резко отличается от лечения другими способами. Если все остальные способы экзогенные и приходят извне, наш способ лечения должен прийти изнутри. Его главным конкурентом стал Анатолий Кашпировский. У него, в отличие от других целителей, было медицинское образование. Он окончил университет по специальности психиатрия. Кашпировский утверждал, что первый телесеанс он провел на год раньше Чумака и обвинял того в плагиате. В ответ Чумак заявлял, что от сеансов Кашпировского люди сходят с ума и заканчивают жизнь самоубийством. Однако Кашпировский быстро набрал популярность. Вместе с ней пришли и очень высокие доходы. Сам Мак признается, тогда он мог заработать на 60 автомобилей за один день. Его программа шла по воскресеньям в прайм-тайм, а коронная фраза «даю установку» стало известно практически всей стране. Были те, кто искренне верил, что телецелители им помогли. Но на самом деле людям помогала не заряженная вода, а эффект плацебо. А подтвержденных случаев излечения тяжелых заболеваний так и не было. Слава Колдунов продлилась недолго. В 1990 году сеансы телелечения запретили. У вас там сидит сущность в виде гномика. Вот, я сейчас это почистю, уберу. Есть какие-то ощущения? Очень скоро маги и колдуны нашли себе новую аудиторию. Они никуда не ушли из телевидения, просто переехали с центральных каналов на кабельные. Самым известным стал канал ТДК, телевизионный дамский клуб. На нем выходили программы с гадалками и экстрасенсами, которые в прямом эфире снимали порчу и венец безбрачия, лечили с глаз и убирали родовые проклятия. Звонки в студию обычно имитировали другие работники телеканала. А внизу экрана всегда был указан телефон колл-центра. Звонок платный и совсем не дешевый. Люди продавали квартиры, только чтобы расплатиться с экстрасенсами. Казалось бы, все эти телемаги должны были уйти вместе с 90-ми. Но в 2007 году на федеральном канале ТНТ вышел первый сезон «Битвы экстрасенсов». В ней ясновидящие соревнуются в поиске людей, рассказывают личные истории звезд и раскрывают преступления. Победители и участники программы тут же становятся всероссийскими звездами. На прием к ним не попасть, и это при цене в несколько тысяч евро за один сеанс. Уже десятки раз программу разоблачали. Известно, что редакторы подсказывают участникам, а весь сценарий прописан заранее. Да и никто, кажется, уже всерьез не верит в этих экстрасенсов. Но почему-то шоу продолжают смотреть. Сегодня ясновидцам и целителям не нужно даже идти на телевидение. Делать расклады таро и лечить людей теперь можно через социальные сети. Кажется, что в современном мире не может быть места гадалкам. Тем более, что еще ни один экстрасенс не доказал свои способности в условиях чистого эксперимента. Почему же им до сих пор верят? Здесь есть целый набор факторов. Например, психологические. Когда человек оказывается в ситуации сильного стресса, ему сложнее мыслить критически. И вот он уже переводит сотни тысяч рублей целителю из ТикТока. Но есть и социальные факторы. Например, низкое доверие официальным институтам, включая медицину. Врачам веры нет. Такой аргумент часто используют те, кто прибегает к услугам экстрасенсов. Иногда интерес к сверхъестественному это обычная потребность в чуде. Что-то паранормальное кажется более интересным и привлекательным, чем обыденная жизнь. Но главное, экстрасенсы предлагают простые решения. Не нужно долго и мучительно решать свои проблемы. Ведь можно просто снять с глаз, и все наладится. Однако важно помнить, что такой поиск волшебной таблетки часто может стоить не только денег, но и здоровья. Мы не предлагаем вам волшебную таблетку. Пять минут прикладывайте наши курсы к голове и станете самыми умными. Но мы точно экономим ваше время и деньги. Смотрите наши курсы Summary и получите готовое экспертное мнение по любому предмету. Например, курс Summary «Как понимать философию» даст вам представление об основных философских школах и разовьет критическое мышление. Навык, необходимый каждому современному человеку. Вам ничего не нужно делать. Просто переходите по ссылке и слушайте курс фоном за 300 рублей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok